сейчас мы находимся на братском мосту это у нас братский мост что тут указано так братский мост построена 2003 году та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та в общем немаленький такой мост скальник породы сплошная скала идет, отвесы, скалолазом хорошо здесь тренироваться, заниматься, вода и прочее. Отец, почем мед? Литры 700 рублей. Так, а на 500 рублей будет у тебя? Где есть, наверное? Ну, на 500 метров, за 600 можно. За 600? Какой вкуснее? Это горячий, да? Это тоже горячий. Один и тот же? Этот только недавно качал. Ага, все, спасибо отец. В общем, ребята и девчата, мы в лесу, здесь уже посрезанные грузди, часть посрезана, я откопал, короче, это, по-моему, еще сухой груздь идет. Посмотрим, червивую, нет? Возьму я с собой пакеты, срежем и посмотрим. Такая вот груздь, да, там смотреть надо вверх подниматься, просто. Буду ходить, короче, смотреть, собирать, взял пакеты, сейчас пойду смотреть по грибам, червивые, сейчас обрезать, да и вообще смотреть нормальные, чисто бугорки. Дальше, дальше, от дороги прям дальше. Только в одном месте есть, а так больше мало где. Идем, смотрим бугры. По дороге, по дорожке потопаем. А можно здесь пока поглядеть, все вот эти бугорки, что у нас здесь есть? Здесь нету. Сразу вверх сейчас. А вот, видим бугорок небольшой, расцепляем его. Это грусть у нас. Срежем, посмотрим, червивый, не червивый. Ну, фактически нормальный, но все равно червивый. Так, и здесь бугорки маленькие-маленькие, совсем не видно. Да, вот они, вот они, вот они, вот они. Ой, смотрите, здесь наступил еще один, был. Здесь еще, еще. Во, вот этот маленький, должен быть не червивый. Вот этот маленький, не червивый. Так, копаем еще, раскапываем. Во, еще маленький, прям малепуська. А нет, это уже старый груздок. В общем, сильно не бежим. Просто смотрим, откапываем вот эти места и все. Этот уже от воды, червивый груздок. Начинаем ходить и собирать по лесу. Здесь этот лес, он богатый на грибы. Также будем смотреть рыжики и все нормально. Вот ведра не взял. Ведерки не взял. Так, этот уже гнилой весь. Этот уже все гнилый. Ведерки я не взял. Так, вот мы и дома. Вот такие опята. Маленькие, молоденькие. Пакетик брательник набрал, и я маленький пакетик. Также там еще грузди. Я их потом замочу. Медок. Дед, помню, этого дедка. 600 рублей за литр. Ну, настоящий. Я помню, он всегда торгует у него. То есть, так, он по 700 рублей литр меда чистого, свежего. Прям это всегда там торгует. Литр. Ну, литр больше килограмма здесь. Да. У меня не было 100 рублей. Я за 600 рублей взял, купил настоящий. Этот дед торгует уже. Очень-очень пасечник. Горячичный он станет. Он потом затемнеет. Горячичный будет другого цвета. Засахарится. А так, он жидкий только что налил. Этого деда помню, знаю прекрасно. Он торгует идеально реальным медом. Настоящий пасечник. Не бодяга сахарная. Так, мы с брательником перекусили. Поели. Брательник уже уехал, укатил. У меня поменьше пакетик этих березовых опят. Высыпаю сюда. Вон они. Мелкие-мелкие. Молоденькие-молоденькие. Они как шампиньоны. Когда маленькие-маленькие такие. Они потом раскрываются, больше становятся. Мелкие-мелкие. Во. Вот такие идут они. Во. Сейчас я их помою. Малютки. Малютки. Вот уже побольше они раскрываются, как эти. А собирали мы их, короче, и уходили подальше. Не стал я просто брать этот, как его, фотоаппарат, чтобы с собой не лазить, ни телефон, ничего. Просто спокойно ходили. Груздей много, но слишком много червивых. Я пару этих груздей, Ладно. Что мы делаем? Сейчас вот это все хорошо мою. Промываем. Хотя там в лесу чисто. Так. Кидаем в эмалированный чан. Вот это все. Помоем чан эмалированный. Взял я, кстати, засолочные соли. Вот. Помолча. Чисто мы их отвалим. А, кстати, у меня здесь еще грузди, я их засаливать не буду. Ой, точнее, замачивать и не буду. Так как их мало, не вижу в этом никакого смысла. Абсолютно. Так, сейчас возьму ножичек. Где у меня там ножичек? Ножичек здесь. Вот. Нормально, нормально. В общем, чищу. Лишнее, что состригаю, накладываю сюда. Так, после всех процедур беру соли засолочные. Достаточно. Достаточно. Заливаем холодной ячейкой водой. О! Достаточно. И ставлю вариться на медленный огонь. Огонь это все провариваться. Так у нас выглядит вместе с солью. Маленькие, маленькие, маленькие. Ну, они еще молочные. Ну, вкусные. Так, получилось у нас вот такое количество. Совсем небольшое. Грибы как раз они уварились. Я попробовал на солью один скушал. Вот такие маленькие, маленькие. Вот мой палец. Маленькие, маленькие. Вообще малюсенькие. Отличные. Я побольше грибочек скушал. Уже вкусно. Реально без обмана вкусно. Прям поел и твердые и вкусные. Ну, потом берем пакетик на обжарку. Сейчас я поставил, помыл и вариться грузди. А это пусть остывает у нас. Остывает. Так, а у нас вечерняя кормежка. Пока грибы варятся, я успел побриться. Подожди, подожди. Подожди успеешь. Успеешь. Подожди, с косточкой дам тебе. С косточкой и с мясом дам тебе. Вырешись. Сейчас я размешаю здесь. Подожди, доча. Подожди, отдай. Отдай. Подожди. Дай я. Подожди. Сейчас я тебе ожидаю. Сейчас я ожидаю. Я ж давай. Мясо. Мясо, косточки. Не нашел я, короче, своего этого. Хотел. Блин. Забыл же. Забыл, забыл. Ребята и девчата, забыл. Вот что я забыл. Что-то башка вообще не соображает ни фига. Водички долить я забыл. О, а тебе тут целый кусок мяса, да? Чего? Чего? Села керешки. Подожди. Подожди. Комары летают. Комары летают. Курахина, у тебя целый кусок мяса. Кушай. Никого не слушай. Да? Кушай, мураш. Рубай давай. Ешь. Ешь, ешь, ешь. Кушай. Кушай, кушай, кушай. Никого не слушай, да? Идем, заносим кастрюлю домой. Там все сварится, доварится. Башка вообще не соображает. Фига не выспался сегодня и не уложился. Устали, сынуля красотуля, устали. А как вам медок? Хлотный, он уже начинает засахариваться. Так, все накормлены, все доварено. Здесь котлетка, ружки, отец еще майонезик делал. Кто там орут? Ты дверь открыл? Ты дверь открыл? Сейчас я тебя быстро послез. Опять открылся там дверь. Там у них еще не поедено. А есть у них там полный суп? Есть это, потому что я им наливала одну чашку, подавила супчик на косточках. Конечно. С косточки собачкам и две чашки супа. Суп с мясом там стоит. Там даже, они что-то вообще даже это, ну или вот. Я одну чашку собакам разделила, потому что я им сегодня давала сухой корм. Перемешала. Ну а это вроде бы там немного осталось уже. Мудничали-мудничали, ходили-ходили. Хорить-то хочется. Там я вон бульон сварила. Мурашка все съела, доча там не доела. Она съела даже, а я им насыпала понемножку корма сухого. Я думала, она не съест. Подошла суп выливать, а у нее там чашка пустая. И утром я когда это, у нее тоже была чашка пустая. Кстати, ездили мы за сторону Ермаков, но многие не знают, ни о чем не говорит. Ну сколько, Павел, покажи. Я уже показывал. Лес горел через дорогу, как все шло, одни быделины голые стоят. Да так много выгорело леса. Те животные, насекомые. Там же под пожарой. Там все погрели, наверное. Специально ждут. Мы проезжали там по этим. А лесорубки понаэтывали. Новые. Не было никогда лесорубки. Заготавливают лес. Я не снимал, но под санитарную вырубку сделали и все. Столько леса там проезжали. Столько леса. Вот он не завалился, он сгорает. Вот одни голые эти черные гуделины стоят. И не травы, это ничего вообще. Вот черная, черная. Да, все под санитарой, под санитарку. А там в этих траве-то там же это вообще не знаю. Мы проезжали, но новые. Поставили прям новые. Совсем три пивораны. Новые. Ой, с ума сошли. Ой, с ума сошли. Куда мы катимся вообще не знаю. Ну, так потом как? Это вот собираются в следующем году у нас в Хакасии, короче, что-то очень много деревьев будет высаживать. В Вермаках 50 лет мне горел лес до 50, 100 лет никогда не горел. Вот где? Никогда. Дороги я имею в виду. Вот сама. Только я живу, никогда такой страсти не было. А тут и в труднодоступных местах. Откуда там оно загорается само? Ну, сухая погода, ладно. Ну, как оно вам в труднодоступно. Ну, ладно, здесь там это, а там-то на горах это. Ну, это явно что поджигают. Поджигают, поджигают. Это поджоги. Вообще, люди, а помните потом. Да, я верю все равно. Ну, как потом жить-то? Да никак, они он пузо свою набили, вот, джипы взяли и все, и катаются. Вот трибуку. Быстрее, быстрее себе захапать и все. Понятные, садить деревья, какое-то же время надо, чтобы они выросли. Я считаю так, смотри, если Конституция у нас меняется, все вот меняет, ну, Конституция переписывается, переписывается. Если человек действительно признан поджигателем, действительно, то что не случайно там, не от Кастрани, а это, а чисто вот поджигатель конкретно, там, там поджег, все, смертную касть, тогда будут побольше это бояться. Я смотрю вон в этих, в областях, Вологодской или какой-то, там целенаправленно, потому что там никогда не горели лица. Тут там целенаправленно поджигается, тут там поджигается по всей России. Вообще страшно, что творится вообще. Ну, там проезжали, там много выгибших, что-то. Я вам как шел, так, ну, так, едешь, это. Жара такая. Да, при чем жара такая? Нет, ну, жара верхушки, начинает там верхушки гореть, наверное. Пламя, то это, а потом не жарит. Ну, насадят деревья. Кто насадит, кому это надо? Нынче вообще передавали, что в Кокассии будут, что-то очень много деревьев будут, разные деревья будут высаживать. Молоднячок этот, маленький. Полдуночки молоднячок. Пока это они вырастут, приживутся, не приживутся. Не знаю вообще, сколько времени пройдет, чтобы они вырастут. А там же еще эти деревни. Вообще я посмотрел. Да вот эти деревья. Там смешанный лес вообще, там смешанный. Сосна идет, березы идет, смешанный лес, все остальное. Вообще, опасно там вообще жить, вот рядом с лесом. С одной стороны, свежий воздух. Это чистый воздух, а с другой стороны, из этих пожаров. Я говорю, у нас две трети России то горит, то топит. Каждый год вообще страшно. Так что, не знаю, к чему мы вообще даем и докатиться. Да, нашему поколению это уже все равно. А вот следующие ничего не получат. Степи до песок получат. Кулька муцару, боже мой. Вот эти вот Америка, а это вот, хоть бы думали, вот забрали бы ведь мир. Только мусору. Лучше бы о мусоре как-то перерабатывать, как-то бы вот это вот все захлебывается уже. Есть одна переработка. Большой ров, выкидывай большой ров и закапывай. Ну знаешь, земли не хватит, если все закапывать. Хватает. Только мусору, ну и что ты потом... А потом на нем что будет расти-то, если ты мусор этот закапывать будешь? Выращивать... Радиоактивные грибы будут расти. Какие? Радиоактивные. Радиоактивные? Угу. Новые вкусные радиоактивные грибы. Угу. Медок хороший. Медок хороший. Уже подтвердил. Ну он маленько густеет. Он прямо... Ну недавно только качали, наверное. Проследняя нынче качка. О, несколько дней. Качали. Жара, кстати, стоит. Сегодня проезжали 35, наверное. было. Нет, передавали. Завтра по республике вообще до 28, но у нас меньше. Что-то градусов 20, что ли. Ну это неделя якобы такая теплая будет, а там ничего удивительного, что... Так, завтра что будем? Будем что-нибудь готовить завтра? Да. Что будем готовить? Ну у меня там кабачки я поджарю. А потом это... Эту... Размораживаю. Треску на подушечке. Такой маленькой сырок у меня есть. Там 4 штучки эти делаем. Затем как раз там, чтобы по 2 штучки поесть. Я там еще... Посмотрел я там, короче, поснимал. Я отдельно запилю видеоролик. Пойдет на канал отца. Но на Яндекс.Зене я пораньше выложу ролик. Наверное, уже подписчики, кто давно насмотрит. Да и вообще... Увидите. Ну я так скажу, ну... Там... Много деревень. Ну все так бедное и ужас. Бедное, ну... Я там сегодня и проезжал, я там все просто не снимал. Не до этого было. Ну и я ничего вообще не хочу против сказать. Но такое ощущение, что деревни вообще вымирают. А основательно нету деревень. Остаются большие города. Не то я там сколько деревень вот этих попроехали. Мы вот заехали только от федеральной трассы. Спускаешься вот куда-нибудь... Это... Ну вот... Спускаешься с дороги. Одна деревня, две деревни... Вообще... Вымершая. Все вымирает, короче. Не смешно, а грустно. Конечно, грустно. Люди вымирают. Так же я не показывал. Мы заезжаем и потом ездили в соседнюю деревню. Только где папаня. Это... Находится там нету. В соседнюю за несколько километров. Там все одни алкаши. Промаш... Ну не одни алкаши. Много-много сильных. Сильно пьющих. Женщины страшные. Сидят прям на земле. Ну... Я ничего такого против не это. Это везде так скажет. Это... Я просто этого не снимал. Но все равно как-то... Как-то неприятно. Все разваливается. Матюричнажды захотел. Захотел, уехал. Все мамка выгнала. Выгнала. Выгнала мамка. Ему здесь не живется. Ему там лучше жить. Ему там легче. Давление это. Сахар в миске. На свежем воздухе. В воздухе пусть там живет. Я не знаю потом чем он там топится будет. А не знаю там печка разубр. Ну... Я как будто... Обогреватель нету. Плиту... Обогреватель он забыл. А что ты ему жаловаться, что ты ему не положил? А что он мне... Он набирал, набирал всего. Всего. Забирал, что не мог это. Машина не везти. Я мое. Специально надо... Забито в хлам. Братильник матерится. Лучше бы не повез. Все в хлам по забитое. Лишнее, лишнее. Вот печку не взял. Кастрюлю не взял. Кастрюль, чайник. А всякое барахуа, кукурузный, зато палочек вот такую взял. Палочек. А у меня там купил вот эта длинная, это что на цвет? Вот это вот длинная. А что он не взял ее тоже? Нет. Ну а ты... Он тебе что-то давал? Ты говоришь, нет. А я посмотрела, она там лежит. Ну лампочку он взял у него там... Лампочки он там набрал, этих лампочек. Он что-то у него штуки 4 или 5. Я смотрю, он этот штуки пойдет и взял зарядку. Там, кстати, прохладнее. А что штуки в самолезах не повезли? Взял, может, я не знаю. Не знаю. Эти... Эту... Я ему говорила, ты что печку-то не взял? Он взял, видимо, у него баллончики вот эту маленькую. Я говорю, ты почему электрическую вот эту маленькую, белую делать? Что, он взял ее? Нет. А как он готовить собрался? Я откуда знаю. Он сказал, что какую-то электрическую. Я говорю, а какую электрическую? Одна у нас собака мы варим, другая лежит вот здесь вот. Где эти? Короче, я не знаю, что он там будет делать. Без понятия. И чай я тоже себе не приготовил. Вечером. На чем он собрался тогда разогревать? Он самое основное не взял. Всякого говна барахла понабрал. Вот реально. Вот там столько... Барахла забитого. Там столько коробок, столько сумок. Барахла. А самое основное я не взял. А печку он же белую. Что, она точно дома лежит? Ну, вон она дома лежит. Потому что ты там со сковородки вытащил. Я стала откладывать, она там и лежит. Я ему звонила, говорит, ты что не взял печку-то? На чем ты там будешь? Ну, вот эти баллончики он взял. У него, наверное, маленькая. Красненькая. Газовая. Я не знаю, вот это что. Ну, а они баллончики, и они быстро там у него закончатся. Да. Что там баллончик встакал. Не знаю, короче. Я говорю, ну, ложки у него там якобы есть, там чашка. Зато набрал и мыло такого, и мыло хозяйственного, и крем для ручек, и большую эту для мытья посуды. Ну, а плитку не взял все это. Тряпочек, губки дала. Я не знаю, что он там еще набирал, но у него там много чего. Еще у него старые, с прошлого раза там все. Сумки эти. Это маленькая, красненькая. Я не знаю, что там вообще у него. По-моему, он взял, я видела эти, краски, принадлежности там. Вот у него крючочки лежали, вот крючочки-то. Рыбачи-то. Короче, я не знаю, это газель, явно. Надо было ему точно заказывать. Тут и стол. Не знаю. Постельная это все, матрасы. Самую основную плитку не взял и печку не взял. Этот маленький обогрев. Все, там замерзнет, там холодно. Ну как, одежду взял? Не знаю, я посмотрела, что вот это. В сумке. А там, что с времянки, вот это вот теплые курточки, я не знаю, я не видела. А там, по-моему, нету машины. Он привозил их вообще. Не знаю, короче. И плитку не взял, готовить на чем. Сковородку зато взял. Зато взял сковородку непонятно какую, но ты его взял. Не, ну нормально. Да. Ну короче, вообще ужас. Набрал всякой галиберды и основной я забыл. Зато и жрачки там набрал. Да. Будет головой крутить. Соседям придет, дайте кушать, приготовить. Я говорю, иди тогда. Знаешь это. Ну у него якобы одна кастрюлька есть, там ложки есть. Чайник вот он без конца это, пьет там вот. Забыл чай. Ну с запарой чая. Не знаю. Ой, не знаю чем он там заниматься будет. Очередной бзык у Васильича. Ты бы действительно поехал что-то бы делал. Да ничего. Отдыхать. Ага. Отдохнешь там. А, только это морально отдыхать. От мамы. Я цену ли красоту ли? Морально отдохнешь. А там никто его не пинает. Не пинает. Друзья товарищи есть. Зато дружбаным. Там можно рассказывать, какая несчастная жизнь. Как здесь плохо живется. А, не знаю. Это нормальное попленое молоко? Не знаю, это Васильич покупал. Потому что, ну нормальное. А вторую коробку того холодильника я сюда. Потому что я ему складывала, складывала опять. Витро из-под картошки, картошка там. Нет, кукурузные палочки он не забыл. А печку он забыл. Яйца, яйца у него там военные. Обогреватель он забыл. Я лучше все ему вытаскивала. Это все, ну он складывал сам. С холодильника там. Вот эти вот он не взял. И что это вода 3-2 процента? Да я вообще не беру этого. Вода как вообще вода. Я, знаешь, переживаю. Вот он на варе вот это вот облупиха там. И это у него в бутылках набито. Где? Там в холодильнике в том. А никуда была, так бы я ему все это воткнула туда. Так он лично его барахла набрал. Который он на варе. Знаем где он набрал этого барахла. Трепье еще там. Что там домишко-то вы посмотрели там домишко? Там домишко коттедж. Коттедж? Да. В полном серьезе? В полном серьезе. Увидишь потом. Я там палкой в траву срубал. Чтоб посрать сходить надо. Короче вот такую крапиву пробить. Но я трупу пробил. Нам надо потом скоро это. В поле сходить посрать. Через пару недель будут прокосить и так все уже на этом делать. А потом в конце сентябра прокошу и там и там. Надо еще косить на этой. На улице. На улице. Да. От забора. От забора надо косить. В общем все. Сбежал Васильич. Не дождетесь больше Васильича. Уехал навсегда в деревню. Да ну. Там будет снегом натираться. Да ну. Он приедет. Подождите. Он. За пенсию приедет. А. Так он еще до пенсии приедет. Он там окорелеет. Печки нету. Там и так холодно не прогревает. Окошечки уже маленькие там. Я думала там лежат. Там он как суслик. Там избушка на курьих ножках. Избушка. И коровы сирот заборовая. Нет. Избушка может быть там квадратов 30 комнатушка. Ну квадратов 20. Вот как наша вот эта вот. Как кухня. Как кухня. Весь домишка. Но его надо отопить. Тут можно из этой комнаты сделать 3 комнаты. Да. Там 4 комнаты. Чё ли приквашка. Интересно. Ты не понимаешь. Я не понимаю. Отец приедет и туда поедешь жить. Попик здесь. Скажет. Я тебе там сделал. Ну конечно. Фазенду. Ты сам там веришь. Делать нехрен ему там. Короче. Ладно. Да пусть сидит господи. Наравится ему. Наравится. Всё. Скажут опять. Сынуля плохой мамуля плохой. И выгнали мы его. Ему здесь плохо живется. Да. Ему здесь плохо живется. А там лепота. Да. Коровы серуют. Мухи летают. Голядно. Голядно. Здесь его заставляют торможать. Торможат его. Ладно. Ребята. Девчата. Так как у нас всё прошло. Так что теперь Василий снимать не будет. Пока. Пока. Пока не замёрзнет. Деньги не закончатся. Выпнут оттуда его и пойдёт по полю. Ай. Как у меня потом кто летает. Не знаю. Виталька не поедет. Потому что. Заказывать. Дорого заказывать оттуда 160 километров. Ну всё. Всем пока-пока. Пока-пока. С вами были мы. Вот такой вечерочек небольшой. Полялякали? Да. Полялякали. Всё Василич. Потом увидишь. Дом. Мечты. Чё ты смеешься? Чё ты там? Ну вот так. Ой. У нас вообще. Василич у него. Это. Не знаю. Он чё-нибудь дотворит. Он чё-нибудь дотворит. Бизнесмен наш. Бизнесмен. Ой. Чё он только не делал. Ладно. Вырубай свет. Потом уже будем. Это всё. Всем пока-пока. Ещё увидимся. Я ему говорю. Ты говорю. Хоть грибочков нас собирает. Где он там нас собирает? Там не грибочков. Там свиньи бегают всю дорогу. Позасрали уже свиньи. Бегают. Их никто и путёвый человек увезти не может. В деревьях они свободно и бегают. Они не всегда сейчас люди и стараются. Там курицы свободно ходят. Поросят-то они пожрут. Там что-нибудь насыпали и побежали. У нас он попробует, чтобы поросёнок по улице пробежал. Его уже не будет. А раньше-то всегда в деревнях. И сейчас вот старые деревни вот эти вот маленькие. У нас сейчас утащат тут быстро всё. У нас это прилетала как его? Индоутка. Индоутка прилетала, улетела. Угу. Прямо вот как это вот забыл.